Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Изгой 1. Звездные войны. Истории стартовал во всем мире, кроме Южной Кореи и Китая. И в дебютный уикенд собрал денег даже больше, чем предполагали самые оптимистичные прогнозы. В международном прокате Изгой собрал 135 миллионов и еще 155 в США и Канаде. Так что в свои первые выходные фильм собрал 290 миллионов долларов, и такой результат стал 21-м за всю историю кино. Международные сборы изгоя уступили только Хоббиту, Аватару и Пробуждению Силы. Я на фильм уже сходила, чтобы успеть до всех спойлеров, какие были остро актуальны в прошлом году. И мне очень понравилось, несмотря на разную критику в адрес фильма. Особенно перс, которого озвучивал Алан Тьюзик, о чем я узнала только во время титров. Но чтобы и вам ничего не заспойлить, скажу одно, Джа-Джа Бинкс весь фильм вытянул. На отнести на что-нибудь интересненькое, скидывай в неновостной котелок. А корейская компания Korea Future Technology работает над роботом, каких мы представляем себе благодаря поп-культуре и разным мультам и боевикам. Бот с кабиной пилота непосредственно в своем туловище. И в разработке концепта и оформления принимал участие 3D-художник Виталий Булгаров. Именно Виталий поделился в видео, где показано, как прототип ходит и двигает руками. Робот называется Метод 1, он 4 метра в высоту и весит полторы тонны. Правда, рассказать о том, для чего конкретно строится робот, Виталий пока не может. Но, по его словам, проект ну очень амбициозный с точки зрения разработок в механике, электронике, софту и прочего железа. И что множество технологий для этого робота необходимо было произвести в ходе работы, что, несомненно, пригодится во многих отраслях. Метод 1 пока только прототип, но уже выглядит очень круто. Да, он пока что только шатаясь, ходит и не может сомкнуть кулаков, но достижение уже весьма впечатляющее. Может, они тоже захотят участвовать в битве роботов между США и Японией? Мм? Можно ли это считать началом эпохи гигантских роботов? А 34-летний житель Ноттингемшира, Марк Томсон, зарабатывает на жизнь покраской большой гидравлической техники, вроде погрузчиков и экскаваторов. А в свободное от работы время он гуляет по Шерватскому лесу с металлоискателем. Обычно это просто пешие прогулки на свежем воздухе. Но недавно его удача круто повернулась, и Марк нашел золотое кольцо с синим камнем, причем довольно необычное. Он сообщил о находке местным властям, на его находку посмотрели эксперты музея и пришли к удивительным выводам. Перстень датировали 14 веком. Ну и так как все действо происходило в Шерватском лесу, весело представлять, что его потери имеют отношение к проделкам Робина Гуда. Хотя по разным версиям и легендам, тот жил либо во второй половине 12 века, либо все-таки в начале 14 века. И вот эта вот версия прям ух! Так вот, на кольце из 80% золотого сплава выгравированы с одной стороны от камня младенец Иисус, а с другой неизвестная святая. Сейчас перстень изучают в британском музее, и находку уже оценили в 87 тысяч долларов. Конечно, полную сумму марку никто не возместит, но какое-то вознаграждение его точно ожидает. А находка реально крутая. Ну а напоследок покажу вам видео, в котором мастер по тэквондо из Великобритании, Лиза Деннис, ставит мировой рекорд среди женщин по количеству черепицы, разбитой голыми руками за одну минуту. К слову, расколола она 923 плитки. Сложно представить, сколько она раскрошила, пока тренировалась. Плитки черепицы были сложены в столбики по 10 штук, и Лиза стремительно сокрушала их ударами обеих рук одновременно. Таким образом, она расколола примерно 2 трети всей черепицы, потом продолжила одной правой, и в результате успела разбить 923 плитки за минуту из тысячи, которую собиралась. Ее результат внесут в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, аналогичный рекорд среди мужчин поставил ее муж. Скажем так, надеюсь, моя крыша никогда не заденет эту парочку, а то я не издубровать. Кстати, а кто хочет издубровать, тот может подписываться на мой инстаграм, а также на твич, а еще ищите ребят меня в автографе. А вообще, подписывайтесь на Неновости и ставьте лайк этому видео. А я напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержке.неновости.ру. Спасибо вам. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok